Прошлогодняя кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов в Мирном едва не обернулась чрезвычайной ситуацией. Подрядчики сорвали сроки замены системы отопления в одном из домов и мороз жители встречали с холодными батареями. У жильцов возникли вопросы, за что они платят ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта и какие меры предпринимают городские власти. Смотрите далее. Осень 2016 года для жильцов по адресу Ленина, 37, обернулась настоящим кошмаром. По плану капитального ремонта их дом был поставлен в очередь на лето. Жильцам должны были поменять систему отопления и водоснабжения. Однако за несколько дней до первого снега в квартирах были лишь дыры в стенах и неготовность дома к началу отопительного сезона. По отоплению у нас что отрезали, то сделали. Только одну трубу. Учитывая, что у нас трехкомнатная квартира, был сделан только один стояк. В итоге в декабре месяце у нас пропала вообще вода холодная и горячая. Когда подрядчики, выполнявшие ремонт, и вовсе исчезли с объекта, жильцы забили тревогу. В мэрии собрали экстренную комиссию. Ремонтникам из Якутска пригрозили. Не завершите ремонт, встретимся в суде. И можно сказать, только тем, простимулировали таким способом подрядные организации, предупреждая их о том, что мы объявим чрезвычайную ситуацию, выгоним вас из этих домов, запустим туда свою управляющую компанию, которая сделает за счет бюджета эти работы. А на вас мы подадим в контролирующие органы. Общими усилиями городских властей и нерадивых подрядчиков дом подготовили к зиме. Причина, по которой объект едва не заморозили, отсутствие контроля за ремонтом на месте. Бригады для проведения этих работ определяет фонд капитального ремонта в Якутске. Он же должен следить за их качеством. Но на деле оказалось, что ремонтники предоставлены сами себе. И в свою очередь мы обратились в фонд капитального ремонта с претензией. Фонд капитального ремонта нашу претензию услышал. Плюс услышали нашу претензию в министерство ЖКХ республики СХ Якутия. Подрядчик денег не получил. Чтобы исключить повторение ситуации и взять контроль над подрядчиками в свои руки, муниципалитет обратился в министерство ЖКХ Якутии с соответствующей просьбой. Инициативу услышали. Соглашения о передаче функций заказчика в мэрии ждут со дня на день. Потому что являясь заказчиком, мы как-то какие-то меры можем предпринять своим подрядным организациям, с которым мы заключили договор. А не фонд капитального ремонта, который, находясь в Якутске, приезжая сюда раз в квартал или раз в месяц, контролировал бы эти работы. На этот год в план по капремонту поставлены в Мирном 46 многоквартирных домов. Кроме них придется завершить работы на 16 объектах, не изданных в прошлом году. Справятся ли с такими объемами, покажет нынешняя осень.